Я постараюсь максимум показывать, объяснять, говорить какие-то моменты, застрять внимание на ней, какие-то вопросы ваши онлайн уже озвучивать и давать объяснение. Но попробуем сосредоточиться на таком формате работы, что у меня задача вам дать обязательно большое другое материало, и те вопросы, которые у вас будут в процессе, у нас скакаются. Если они не требуют шокового объяснения, если они такие достаточно узконаправленные, я смогу на них потратить не очень большое количество времени, я с удовольствием их под настоящим моментом объяснение. Если нет, тогда мы с вами будем в практике, я не дать вам все-все-все детали уточню, все объясню, да? Хорошо? Вот так вы с вами говорите. Значит, у нас с вами первая практика, первое занятие и у сера Фея Шемина и другого отдела позвоночника, практика Наталья Ильевна. Такое время нормально, несложно. Сейчас я буду стать для вас простым, вы для изучения, если вы будете понимать. Значит, для начала, для того, чтобы понимать, с чем вы начинаете работать, когда вы начинаете, в принципе, работать с телом человека, неважно, вы это сами с тобой работаете, или вы работаете с кем-то, или кто-то пришел и неожиданно говорит, опять же, я работаю с твоим телом. Вам, я хотела бы выяснить, с каким сегментом, с каким отделом тела будете работать. Вот мы с вами выделили сейчас два сегмента позвоночника скобла, это Шемина и другого отдела. Немножко о них мы сейчас должны сказать, потому что немало важно знать то, как обстоят дела с этими отделами позвоночника, которые тем, как начать с ними работать с сухой средств. Значит, шейный отдел позвоночника у нас состояли из семи позвонков, из семи шейных позвонков. Группа отдела из двенадцати позвонков, то есть, по сути, если мы берем вот этот большой сегмент шейный и другого отдела, мы, по большому счету, ну, около один позвоночник, как папа. Как нам нужно, да? Значит, в чем особенности строения позвонков шейного и другого отдела? Шейный отдел достаточно подвижный, вы все эти разные ставите, да? Я сейчас могу отследить, и я вот, понятно, вот так сделала, раз в пятьдесят, и меня до этого ничего не скрипнуло выглядит. Вот, поэтому подвижность позвонков обусловливает определенные характеристики работы семьи. В принципе, мы обязаны учитывать эту подвижность и мобильность с точки зрения статического напряжения в асанах, в пранаямах, в пранаямах, в сушмаямах, для того, чтобы укреплять мышечный отдел шейного отдела позвоночника. И мы можем рассчитывать на то, что анатомические структуры позвонковника позволяют нам быть очень мобильными, подвижными шейного отдела. То есть мы должны сохранить заложенные природы в мобильности. Для этого у нас тоже существует определенную практику, которую мы будем с вами собирать. Я очень вкратце поговорю про анатомию, касаться нагрузки от завтра, еще касаемо анатомии, это было достаточно большой раздел. Сейчас просто неважно знать, чтобы вы понимали, с чем она работает и почему она так стоит в практиках. Грудной отдел. Грудной отдел у нас достаточно объемного количества позвонков, поднимация позвонков, вот, и он достаточно тяжелой массивный. Почему? Потому что к этим позвонкам приближается ребра. А ребра у нас означает объемную массу, да? То есть это удерживающая горда масса, которая не дает вам такого мобильности и подвижности. Мы, наверное, сможем покрутить другим отделом, так же, как шейный. Правда? Потому что, если он попробовал это сделать, то у нас очень ограничена подвижность. Потому что здесь грудная отделка несет в себе каркасовый фундсокронизм. Она несет верхнюю часть тела и она несет защитную функцию. Она защищает внутреннюю жизнь важные ручки, сердце и дальнейшие все ниже расположенные органы. Поэтому мы с вами должны учитывать особенности строения этих буквотелок. Несмотря на то, что вы их изменили в один класс, это логично. Другой форме эти практики. Почему это логично? Это абсолютно не противоречит другу. Но особенности строения накладывают свои особенности практики на эти отделы. Дальше. Помимо того, что мы каснулись сейчас очень-очень в своей анатомии, я думаю, пока на данный момент нам достаточно понимания, на чем будем речь, на каком отделе, как это все дело в свободности образуется, мы должны с вами касаться немножко внутреннего пополнения позвоночника в этой области. Очень часто в связи с образом жизни, с нашими с вами, в связи с беременностью, которая наступает, наступила, прошла и остались какие-то отпечатки, мы подвержены очень большому количеству дискуссий, то есть даже этих отделов, которые накладываются строением позвонков и слабостью мышц обычно. То есть какие-то могут быть проблемы, связанные с шейной грудном отделом. Наверняка, когда вы слышали, может быть, даже они у вас каким-то образом присутствуют в организме, это не очень страшно, но нет, просто есть особенности. Это могут быть грыжи, да, мыши позвоночные, это могут быть протрузии, протрузии – это первичная стадия грыжи. Вот это могут быть какие-то смещения в позвоночных дисках. Наверняка, знаете, что в шейном отделе очень часто бывают какие-то смещения. Это могут быть защемления нервных окончания, которые, в свою очередь, ограничивают протяженность, придает ему любой эффект тела. Ты должна тут скручивать, как-то наклонять голову, как-то работать в другом отделе. Если мы коснемся к другому отделу, то это очень часто и, в принципе, это распространено уже как норму по большому счету для современного человека – это скривоз в достаточно высокой степени, да, причем гифоз. Гифоз – это выгибание позвоночника, то есть это округление, естественно, фигурочного столбового памяти наружу, да, наружу, да, наружу нас есть округление в нашей столбовом отделе. Это два естественных позвоночника, но уровень этой естественности он несколько сейчас смещен в сторону увеличения гифоза, да, что это за ровно понимает. Если мы с вами видим вот такого вот человека, хотя, собственно, мы, в большом счете, в самой частности так сидим, наверняка присутствуют у нас большие изменения в таком состоянии, мы почти сейчас сел на такси, это очень здорово, но, однако же, чем вам используется вот такое положение, то, что мы такие, как вот вмятые, жатые, укороченные внутренние мышцы, жесткие, которые притягивают плечи внутрь, заворачивают внутрь, и очень слабые мышцы спины вверх, этого тела спины, это пицелинные мышцы, с которыми мы сегодня очень гордо проводим. Это мышцы комплексов, мышцы опоясывающих лопатку, которые как раз таки вращают наружу плеча, и удерживают позвоночный столб, недавно я сказала, что это тяжело, и для него потребуется, конечно, достаточно приуправский силандр, чтобы удержать этот отдел, да? То есть для нас с вами основными, вот такими мы не касаемся много каких-то внутренних проблем, но основными проблемами в плане обороны двигательного аппарата, то есть в плане взломочного стопла, для шейного лопатного отдела является кифотическая осанка, да? Шейно-группыль кифоста, подзывание стадий, очень много у сколиоза, и очень много подразделений у этих стадий, они не будут касаться, это, скорее всего, у сколиозных врач, либо это просто, ну, такая более подробная разработка этой системы, и мы можем проснуться, но, так скажем, не сейчас. Сейчас важна информация для такого общего плана, для себя и питатель. И это различные изменения декоративные изменения подлонащика, это крыжи, катрузии, смещения, защищения и неба, вот и д д д д д д д д. Вот эти вот, так скажем, две основные проблемы, которые нас должны с вами беспокоить в плане краски. Почему они у нас вообще как-нибудь беспокоить? Ну, мы живы, все там, 20-30-40 лет, там, вот с такой красанкой, и вроде бы у тебя там не очень не ебало, не очень не болит, и дай бог, казалось бы. Но, момент следующий. Как только вы идете в воду, так скажем, у образа жизни, и в рассматривающем вот такого стереотипа сиденья, мы с вами, посмотрите, даже если вы по мне прекрасные, что нижние две боли ребра начинают больше справляться, тем ниже, нижние ребра начинают уходить в землю, там, в уши, в полосы. Да. Вот они просто раз, они начинают уходить в землю. Прекрасно вы это представляете? Все так становятся, подсеркнулись, спадили, и что-то. Прекрасно представляете, которая работает в наде, когда она вращается внутрь, только она вгибается к заду в позвоночнике, и она вращается внутрь. Мы с вами знаем, или не знаем, сейчас уточним, что нижние две боли ребра являются у нас с вами ладощами, да, то есть они прикреплены только своими основными позвоночниками, а своими отростками они свободно находятся в брюшной полости. Это не новость, да, это не другого, или новость. Ну, пусть другого-то будет как новость, но у него не новость. В общем-то, за счет этого позволяем себе делать глубокий круг. И за счет этого состояния ребра, позволяем себе вынужден расшириться, потому что все воды, которые поднимаются вверх, расширяются, и, заполняя большую полость, должны будут оттуда выходить на этой длинности. Вот. Поэтому, вот те, равновения нижних боли ребра, такие же очень важные. Для нас в плане практики. Но, они же при углублении внутрь могут, в принципе, нанести определенные травмирующие эффекты. Но, в принципе, это очень важный момент. Почему? Потому что внутрь его руд, брюшина, полость бушна. Наполнено, как такой вот замкнутый, слепозамкнутый мешок наполнено, отдельно вложенными в мешочки, внутренными руками. То есть, вот у нас такой мешок, слепой, замкнутый. И в нем внутри, каждые свои оболочки, находятся внутрь, и, к сожалению, наверх, может быть, к счастью, но природа все-таки правильная. Поэтому, вот, они не прикреплены очень плотно, ни к друг другу, ни к позвоночнику. Очень плотные. Потому что прикреплены очень плотно, как, например, ребра. И вот вы достаточно статично оказываете. Они не прикреплены. Поэтому мы с вами, с одной стороны, имеем возможность в наших мышах очень большого размера так, потому что эти внутренние органы раз-раз-раз-раз растеклись в погружную полость, которая увеличивается раз-раз-раз. Это большой плюс. Большой минус, так скажем, такого строения, которое накладывает отпечатки от современных человеков. Это возможность смещения этих внутренних органов в неправильное положение. В зависимости от этого развитие очень много количественных заболеваний, малого притока крови, внутреннего органа. И как следствие дегративное изменение в этих внутренних органах и во всей душной полости, в частности. То есть наше с вами движение на грудной клетке и внутрь, это кефатическое скрепление позвоночника, оно вызывает очень сильное вмешательство полости душной и изменение объема грудной клетки и объема душной полости внутри душного, внутри креточного, внутри давления. Это говорит о том, что у нас будут изменения в кровеносном давлении. То есть это склонность, например, оттензии, артериалии, повышенное кровообладление, или наоборот гипотензии по нежному кровообладлению. То есть люстры, вырученные эффекты, которые непосредственно могут вести, они, конечно, острые. Я просто себя пугаю. Всегда на практике, что прийдете здесь, если вы вас снимаете, представляете, что у вас не менее ребра заточены, как ножи. Вот если вы пропускаете здесь внутрь, начинаете делать скрученные, что происходит с вашей селезенкой, или сразу бояться начинать делать скрученные правила. То есть это образы, с которыми желательно тоже работать в мозгу, потому что они в корне своей уверены. Конечно, никто не затачивает. Естественно, многих удаляют. Зачем ты? Ну, это король, которые у вас забыли. Но нам с вами нужно работать с тем, что вы выдала и так, как она устроена. Поэтому мы будем немножко исправлять с тем, что сейчас, на данный момент, с чем вы пришли сюда. У нас у каждого есть свои особенности, свои проблемы. Мы должны узнать вместе, как с ними работать. И для этого знать, как работать с ними в период беременности особенно. Потому что это тест для беременности. Намладывает определенный отпечаток. И то, как вы будете чувствовать себя, так же он будет чувствовать себя и вам выше. И так же он будет развиваться. В зависимости от того, насколько гипотична ваша осанка, настройка интенсивна будет происходить. Для этого снабжения плацентами и морги и настройка интенсивна и в свое время будет развиваться плод. Отчасти. Это один маленький просто пример на взаимосвязи положения верхнего плечевого кольца и грудного отдела зуночника по отношению к жирной полости и растущему ногу. Я думаю, что что у вас есть в плане теперь мы находиться на том, что мы сейчас на этой теме остановимся подробнее и сделаем первый блок. Я предпочту, наверное, этот процесс работы. Я буду делать блок «Давать информацию теоретическую» Глава, и блок «Практическую». И я думаю, это логично. Потому что да, потому что если я буду каждое упражнение предстоятельно отчувствоваться в теории, запутать если и точно так же проделать на себе подчувствовать объем информации практический, да? Вот, поэтому мы с вами сейчас попробуем сделать действия, которые нам нужны и полезны в практике. Начнем мы с шейного отдела, непосредственно, с шейного. И, конечно, начнем уже контролировать в другом отделе, но в первую очередь это будет шейный отдел. Начнем с шейного отдела.